Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леомидов. Любителю астрономии, которому посчастливо стать обладателем мощного астрономического бинокля предстоит решить ряд вопросов. Один из них — это приобретение качественного штатива для надежной фиксации бинокля, а также удобной сумки для переноса всего оборудования. На этот счет фирма Bresser имеет свое мнение. Это продукт под названием Bresser Special Astro 20x80. Это не просто бинокль, это комплект, в основе которого мощный астрономический бинокль 20x80. Бинокль поставляется в достаточно крупной черной сумке. Расстегнув молнию, обнаруживаем внутри отдельный чехол с металлическим штативом. Чехол прихвачен липучкой к большому боксу из полипропилена на дне сумки. На боковых стенках имеются карманы для широкого нашеянного ремня, инструкции и салфетки. В них же можно будет сложить необходимые для наблюдений звездные карты, красный фонарик и прочее. Внутри полипропиленового бокса находим сам бинокль. Он аккуратно уложен в специальной нише. С такой упаковкой можно быть уверенным, что даже после дальней дороги бинокль останется в целости и сохранности. Special Astro 20x80 имеет классическую для астрономических биноклей компоновку. Естественно, это порреконструкция, сердцем которой являются два хорошо просветленных 80-мм объектива. Бинокль имеет большие просветленные призмы из качественного оптического стекла БАК-4. Заглядывая вовнутрь тубусов можно заметить довольно неплохое чернение и вполне аккуратную сборку оптических узлов. Окусировка производится привычным обрезиненным маховиком. Работает механизм плавно. Двадцатикратное увеличение бинокля обеспечивает пара широкоугольных окуляров с хорошим выносом зрачка. Вот только производитель, к сожалению, не угадал с длиной наглазников. В сложенном состоянии их явно недостаточно, но в развернутом расстояние от глаза до окуляра становится напротив избыточным. Сами наглазники сделаны из эластичной резины, так что частично проблема решается простым подворачиванием их с внутренней стороны. Бинокль, конечно, довольно увесистый и крупный. Он имеет центральную штангу, которая соединяет два шарнира. Первый – вблизи призменного блока, второй – возле оправ объективов. Крепление на штатив осуществляется с помощью специальной стойки. Она двигается по штанге, что позволяет точно сбалансировать бинокль уже на штативе. Штатив, идущий в комплекте, отнюдь не пустая формальность. Со своей задачей он справляется. Тренога имеет металлическую конструкцию, ее ножки регулируются по высоте. В основании находится подъемный механизм с кремольерой, которая обеспечивает вылет центральной штанги. На ее вершине и закреплена поворотная головка, имеющая регулировки в трех плоскостях. Такой штатив можно успешно использовать и для фотосъемки. Как и большинство биноклей этого класса, при наблюдении в дневное время, Брессер строит в целом вполне приятную глазу картинку. Но не без огрехов. Поле зрения остается четким вплоть до 50-60%. Краевые же зоны все же имеют заметные искажения. Упомянуть стоит и о хроматической аберрации. При наблюдении в дневное время она проявляется достаточно существенно. Но попадая в родную стихию под темное загородное и усыпанное звездами небо, цветовая краска позволяет забыть о себе. Восьмидесяти миллиметровая апертура вкупе с большим полем зрения способна по-настоящему удивлять даже искушенных любителей астрономии. Итак, подведем итог. Как мы уже говорили раньше, любой обладатель данного бинокля лишен головной боли с дальнейшей биокомплектацией. Исходя из вышесказанного Special Astro можно смело рекомендовать. Все недостатки забываются. После волшебной ночи наблюдений, проведенных в мягком кресле с чашкой чая вдали от городской суеты и его ярких огней. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До встречи в нашем магазине!